всем привет друзья это видео блог как нам там точка ру привет из таиланда с вами илья наташа привет сегодня мы расскажем о том где лучше отдыхать в таиланде почему люди приезжают сюда снова и снова мы снова приехали сюда во второй раз и приедем еще расскажем о том чего стоит опасаться чего не стоит опасаться таиланде ну и многое другое а также мы расскажем вам о наших недавнишних приключениях о том как мы свалились байка потом как мы оказались на вертолетной площадке на 50 этаже посреди бангкока и о том почему люди сюда приезжают отдыхать и остается жить на самом деле настроение такое расслабленное кайфушная хочется зевну это хочется расплыться в улыбке как здорово но мы обещаем что мы сделаем этот каст очень активным насыщенным то чтобы не заскучали и реально узнали что такое таиланд и почему стоит сюда отдыхать ехать на несколько слов о таиланде таиланд это государство юго-восточной азии весьма развитая которая широко так раскинулась с севера на юг таиланд это королевство здесь все почитают короля очень любят официальные персоны отношение к нему дяденька в очках на деньгах и на всех фотографиях это король отношение к нему почти религиозное тайцы обожают своего короля можно выпасть в тюрьму если например вы там будете рвать деньги с изображением короля или что-то такое делать в общем все-таки тайванд это королевство основная религия в таиланде это буддизм на втором месте есть мусульманство ну там совсем небольшой процент так как тайцы буддисты наверное именно это делает таиланд достаточно привлекательной и приятной стороной для туристов потому что улыбчивые они как бы не будут вас осуждать что-то друг друга они не осуждают то есть просто такие как я уже не раз говорил буддисты самые кайфушные люди наверное у которых все хорошо и людям с ними тоже хорошо недаром таиланд называют страной тысячи улыбок действительно так вам будут улыбаться везде и всегда неважно трансвестит вы гей и делаете что-то все люди будут смотреть на вас улыбаться никто не будет презирать осуждать вас то есть с таким здесь не столкнетесь ну да главное естественно понимать местные традиции уважать их и вести себя дружелюбно погода здесь классная круглый год жарко влажно но я советую лучше ехать сюда с декабря по март потому что самое такое комфортное время и вот мы сейчас находимся в декабре вообще мне очень понравилось то что мы приезжали сюда в марте было уже нереально жарко но зато было суше вот сейчас декабрь я бы не сказал что было нереально жарко но было жарче было жарко и ночью и днем просто вот одинаково ты ходишь как креветка плющенная вот а сейчас в принципе даже кое-где так прохладно ночью даже пиджачок надевала такой курточку и дожди идут время от времени то есть вот дальше уже после декабря уже по суше будет я думаю что вот январь февраль очень классно приезжайте там январь и феврале а летом здесь идут дожди ну кто-то сюда и летом приезжает как добраться тайвань ухты как он чихнул классно так вот чтобы попасть в тайвань в основном основное скажем так терминал через который происходят перелеты это банкок банкок это столица таиланда билет из москвы мы сегодня посмотрели стоит меньше меньше 10 тысяч в одну сторону одного человека то есть если из уфы стоило через стамбул мы летели сколько да мы летели из уфы через стамбул у нас стоил билет 48 тысяч на двоих куда обратно это достаточно хорошие дешевые билеты да их не так просто и сразу не найдете нужно как бы немножко там попробовать да какие-то варианты с днями недели с там может быть даже месяц выбрать какой-то но так или иначе то есть за вот эти деньги можно попасть сюда и билеты вы покупаете если вы сами летите сюда от трех недель я думаю есть смысл билеты самим покупать а так если вы летите принципе там ну на какой-то курортный город то лучше туром покупать ну да если у вас времени мало если где-то неделя тире две недели то логичнее брать все-таки тур потому что тур ну просто по деньгам оказывается дешевле хотя если вы едете вот уже от трех недель то наверное проще будет лететь именно самостоятельно купить билеты забронировать отель давайте мы разместим ссылочки внизу как купить билет и как забронировать отель так аэропорты здесь есть принципе вот мы были на Краби и сейчас мы в Хуахине здесь есть вот аэропорты то есть по Краби в Хуахине нужно добираться по земле потому что по воздуху здесь прямого сообщения Бангкок нет а вот на Краби можно полететь из Бангкока В Пхукете можно полететь в Бангкок это España находится достаточно близко соответственно да просто на транспорте намно зима то есть логически его добираться до Бангкока а потом уже и на каком-то транспорте добираться до этого места которому нужно но в любом случае даже самолет будет дешёвый у нас novels с Бангкока до... А, ну там мы в Сингапур летели. Ну, в общем, здесь перелеты дешевые относительно, по сравнению с российскими ценами. Визы в Таиланде также оформить очень легко. Вы просто приезжаете, вам на гарантию ставят штампик на месяц, ничего платить за это не нужно. Кто приезжает сюда на подольше, они, по-моему, должны... А, они оформляют еще на три месяца визы, да? В общем, на подольше это вариант не про наши зрители. Разберетесь, в интернете об этом материалов Ну, мне понравилась информация о том, что можно оформить визу на год. То есть, если вы хотите сюда приехать, можно оформить визу, например, поступить на курсы английского, языкально, кулинарные курсы, и вам дадут визу на год. В принципе, хороший вариант, что вы поживаете на год. А, не на полгода? Да, на год. Мы с ребятами недавно разговаривали, которые здесь живут уже больше года. Они просто поступили на какие-то курсы, изучают английский, заплатили за это 35 тысяч за весь год. Соответственно, как бы им не нужно заморачиваться на тему виз. У них есть еще и курсы полезные. Ну, в общем... А кто-то вот так ездит. То есть, месяц живут, выехали, заехали. То есть, в соседнюю страну нужно выехать, заехать, чтобы шампики поставили, и все. Ну, это как бы мини-удобно. Ну, да. Ну, в общем, ладно. Про визу. Про визу все понятно. Если вы, еще раз, если вы едете просто как турист, соответственно, вам ничего не нужно, не нужно про это заморачиваться. В аэропорту нужно показать паспорт, и все. С вас даже денег не возьмут, если вы гражданин России. Давай расскажем нашим зрителям о том, где мы были, что мы посмотрели, потому что мы успели, я бы сказала, очень много где поездить по Таиланду. Первый раз мы приехали в Таиланд в 2009 году. Принесели с друзьями, просто пакетным туром. Мы еще вообще ничего не знали, даже про Азию. Да, это была первая страна в Азии. В общем-то, Таиланд это и самый хороший вариант для того, чтобы первый раз попасть в Азию, как я думаю. Начать свое знакомство. Так вот, мы жили в Паттайя. Паттайя – это, скажем так, место, которое находится в восточной Бангкока, на побережье. Место такое злачное, наверное, самое злачное из всех злачных мест в Таиланде. Но я бы сейчас так не сказала. Но есть такое мнение. Есть такое мнение, что Паттайя – это какое-то грязное, неприятное место по сравнению с Пукетом и так далее. Во всяком случае, тогда нам как бы описали это таким образом. Нам даже недавно, вот мы, кстати, в этом году жили, летали в Вьетнам. И нам почему-то вот именно так сказали, что летите во Вьетнам, там вот этого нету, как сейчас стало ужасно в Паттайя. Да. Ну, как сейчас в Паттайя, мы не знаем, но я думаю, что это все люди переиграли, как-то переиграли. Ну, не знаю. Про Паттайя я могу сказать так. Это отличное место, если вам нравится ночная жизнь, если хочется бахаеить по барам, поглазеть на всяких разных забавных людей. Если интересен там секс-туризм, то тоже в Паттайя. Ну, и еще расположение удобно, потому что можно ездить на острова также, если вам хочется какой-то удиненности, потому что пляжи там не особенские. Вот. А еще удобно оттуда совершать экскурсии. То есть там и река Квай, и мини-сиан в Само-Паттайя есть, и ботанический сад. Ну, там много, да. Орхидеи. Да, то есть… Нонг-Нуч – это сад орхидеи очень крутой. За парк там еще. В общем, знаете, расположение просто суперское. Мне кажется, мы туда приехали, и мы, в принципе, вот сейчас мы готовились в поездку. Я посмотрела, что, в принципе, уже основные достопримечательности самые такие классные. Ну, и скажем так, в Паттайя действительно есть куда поехать, что посмотреть из Паттайя. И там этого достаточно много. Вот, например, когда мы приехали в Пхукет, я начал смотреть просто по триподвизору, что вообще есть в Пхукете. Ну, у меня такое сложилось ощущение, что в Пхукете-то особо-то и нечего смотреть по сравнению, например, с Паттайя. Вот. Поэтому я скажу так, в защиту Паттайи. В Паттайях – это хорошо, интересно, и, в общем-то, это нормально. Да. Дальше, следующая точка, которая… Ну, Паттайя, наверное, не очень подойдет для релаксового отдыха, для отдыха с детьми. Вот у отдыха, если вы молодые, тем более, если вы там одинокий мужчина, ищущий утешение в теплых водах Таиланда, то вам в Паттайях. Ну, а также близость к Бангкоку. Вот если сравнивать Пхукет, например, там вам лететь уже придется, ну или ехать очень долго. Так вот, следующее место, где мы были – это сам Бангкок. Я про Бангкок расскажу. В том же 2009 году. И вот, и сейчас мы были в 2013 году. Так вот, Бангкок – это действительно большой загруженный город. В то же время… Город контрастов, я бы назвала. Да, город контрастов, есть высотные дома, у этих огромных высотных домов внизу люди там едят на улице, спят там где-то в каких-то соломенных домиках. Ну и, в общем, вот это все очень контрастно и интересно. Ну, как бы, тем людям, которые с трудом переносят большие города, ну, конечно, будет в Бангкоке, наверное, тяжеловато. Ну, опять же, есть там такие квартальчики, куда ты уходишь, там более уединенно. Не, ну да, ну смотря с чем сравнивать. Вообще Бангкок, да, он такой загруженный, но в то же время он контрастный, интересный. Попасть, погулять – это обязательно стоит, посмотреть достопримечательность тоже стоит. Да, извини, извините, если я буду перебаться. Она все время меня перебивает. Да. Раз ты говоришь, мне сразу тоже хочется оставить свое мнение. Ну, давай, давай, давай. Вставай. Я хочу сказать, что вы обязательно в Бангкоке поездите на метро, потому что в метро ездят такие более, ну, как сказать, благополучные, какие-то модные люди. Там вы увидите в таких отбеленных девушках, в таких брючках, в платьишках, на каблучках. То есть очень интересно посмотреть. И тут же вы выходите, да, и видите какие-то трещобы и совершенно других людей. То есть вот на эти контрасты стоит посмотреть. Это очень интересно. Да, Бангкок интересный. Далее. Пхукет. Пхукет – это такой остров. Остров, но там есть дорожное соединение. Достаточно большой, но объехать его можно и за один день. Ну, кстати, его почти везде, на всех пляжах поездили, посмотрели. Я вот столкнулась, да, сразу скажу, вот, например, ехали мы на Пхукет. Я сразу думала, куда ехать, потому что пляжей очень много. То есть там такая береговая линия и… Ну, как бы городки вокруг этой береговой линии. Да, и пляжики, все прям есть статьи конкретно. Такой пляж, такой пляж, такой, то есть где лучше. В принципе, мы везде поездили, да, везде одинаково, в принципе. То есть если вам нужна тусовка, едьте реально на Патонг или вот там куда-то поближе. Но можно, если за уединением поехать, покупаться куда-то, то, в принципе, взять байк и поехать покупаться. Ну, хорошие пляжи на короне. Но если вы хотите просто море, вот, дикость какую-то, то я не думаю, что Пхукет как-то подойдет будет. Я вообще, честно говоря, не очень… Я вообще не очень понял, зачем нужен Пхукет. Да. Ну, почему? Потому что если интересная экскурсионка, ночная жизнь, какая-то туса, то Патайя намного лучше. Если интересные уединенные пляжи, там, баунти, там, какие-то… То это есть острова Кучанг, Самуи, вот, Краби, в принципе. Ну, куда-то, да, надо выбирать какие-то острова. Причем, чем дичи, тем лучше. Маленькие, да. То есть Пхукет – это не тот остров, который вам нужен. Вот, а на Пхукете как бы ни рыба, ни мясо, как вот мне показалось. Как-то непонятно, да. Я почему-то думал, что Пхукет – это такой уровень, сильно выше, чем Паттайи, с более дорогими ценами, с более релаксовым отдыхом. И мы думали, что там прям такой Таиланд, какая-то дикость. Оказалось, все то же самое. Банглород – это злачная улица Пхукета. Там вообще тупняк полный. Она как бы по сравнению с Уолкин-стрит на Паттайя, такой же улице, она как бы сильно проигрывает. Как-то вообще просто пьяные европейцы. Короче говоря, не будем сильно гнобить Пхукет. Пхукет – это тоже по своему интересное место. Мне понравился Пхукет, в принципе-то. Ну вот смотря, что люди ищут, не знаю. Ну вот, как сказать, мы там провели неделю… Я за крайности. Мы провели неделю с ребятами, с отличной компанией, нам вообще по кайфу было. Те же массажные салончики, та же еда, то есть дикие какие-то местечки, в принципе, можно найти. Я, как считаю, везде вот говорят, вот нам говорили, зачем вы едете на Паттонг, там же эти туристы, парашюты, то есть там второй Сочи. Но я считаю, что в любом месте можно найти как бы уединенное местечко, как бы тусовку, компанию, которая подойдет вам и где вы получите кайф, вот как мы считаем. Но ехать туда, не знаю. А еще бы я хотела сказать, что там такое ощущение, что вот местные присыщены туризмом. Вот мы сейчас находимся в Хуахине, сейчас мы про него расскажем. Здесь везде просто, во всех ресторанах, массажных салонах постоянно делают вай. Ну, как бы это традиционные дань уважения, как бы приветствия, вай. Там вообще никто этого не делает. То есть я даже удивилась, я людям делаю, там мне, ну, как-то ответят, может быть. Ну, понятно. В общем, мне показалось, что там присвещение какое-то туризмное. Следующее место мы посетили с тобой Краби. Да, Краби, Краби, наверное. Краби. Нам мальчик знакомый посоветовал это место и не зря. То есть мы там вообще заказывали. Я не знаю, как точно делать ударение почему-то. Но они говорят Краби. Они говорят Краби. 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 Релаксовое местечко по сравнению с тем же Патонгом или Паттайой. Очень интересное географическое размещение. Интересные ландшафты, там такие здоровые горки, такие сумасшедшие. Когда на одну мы поднимались, там тысячи с чем-то ступеней. Девчонки. No, no. Thank you. Нам хотят бус продать. Он, короче, рекламу хочет. Говорит, на ютуб. Ютуб. Я слышал, он на ютуб сказал. Он говорит, я бусы все-таки отдам, если ты на ютуб меня отправишь. Вот, ладно. Запомните эту чему. Так вот, еще раз. Краби. Классное размещение, интересное место. Место, мне кажется, самое подходящее для того, чтобы поехать с детьми. С детьми. Ну, потому что там все с детьми и там нет... Много детишек, нет вот такой вот буйной ночной жизни. В то же время отличное море, меньше людей, незагруженные пляжи. Как-то приятно. Плюс, я уверен, там куда больше достопримечательностей есть, куда вот так вот можно поехать. Но мы как-то... Тысячу ступенек. Мы, короче, поехали на одну достопримечательность и надо было подняться к Будде, к Золотом Будде на горе, по тысячу ступенькам все. Да, параллельно мы еще упали с байка, когда мы туда ехали. Да, у нас такой насыщенный получился день. В общем, вот здесь вот будет кнопочка, где-то здесь вот, для того, чтобы на нее нажать и посмотреть влог с этой всей истории вживую, где мы снимали. Так вот, про короби ты что-то можешь еще сказать? Да. В первую очередь мне понравился ландшафт. То есть, такого я нигде не видела. Сразу едешь и вау, вау, вот так вот все. Пляжики... Там же есть еще острова, которые вот именно такие прям... Дикие, да, до туда и доехать можно. В общем, да. Сами-то короби там как бы... Ну, там простенький, конечно. Да. Но вот это, знаете, такая дикая... Там кораблики есть такие с ленточками красивые, местные там. Ну, в общем, место интересное. Красота. Там были рыбки, был пруд с рыбками. В общем, я думаю, что из-за отеля мы там еще затащились. Да, да. Так вот... Короче, на кораби, я считаю, стоит поехать в любом случае. Стоит, особенно если вам интересна фотография, чтобы вот что-то поснимать. Особенно природное, пейзажное. А мы, да, снимали, что субайка упали. И если вы с детьми, если вам нравятся какие-нибудь пляжи, морские прогулки, такой вот релаксовый и хороший отдых. И последний пункт – это Хуахин, где мы находимся сейчас. Мы сюда приехали вчера, еще толком не осмотрелись, но уже бросилось в глаза следующее, что это достаточно такой большой курорт, растянутый вдоль побережья, вдоль береговой линии. Этот курорт основал король когда-то. Он предназначался как королевская резиденция, она где-то тут есть недалеко. Здесь на каждом здании, что сразу бросается в глаза, изображение короля. Мокрый король, дурающий король, улыбающийся король. В общем, очень много фотографий короля. Здесь нет вот этой вот буйной ночной жизни, как там. Здесь все какое-то спокойное, респектабельное. Я бы сказала, здесь дича. Вот я уже говорила, да, о том, что здесь все везде делают вау, и так приятно. То есть вот какое-то более дикое. Том-ям мне здесь наконец понравился. То есть я везде его вообще не могу. Да нет, он такой же везде одинаковый. Не знаю, как-то здесь настолько классно, как будто вот, знаете, не то, что не тронула рука туристов. Мне кажется, это место для людей постарше. Да, да. Если вы на пенсии, вам хочется, чтобы вокруг не было каких-нибудь пьяных, белых людей с тайками в обнимку. Хотя тут таких-то много. Есть тут даже, да. Ну, как бы вот это место более подходящее вот именно. Для пенсов. Для пенсионеров. Да. Так вот. Далее. Что делать? Ну, и знаешь, я бы не сказала, что здесь прям совсем для пенсионеров. Ну, тусовки нету, да? Ну, да. То есть вот обычно то, что ищет молодежь, здесь нет. С другой стороны, если вы хотите просто приехать на приятный курорт Таиланда, то мне кажется, что Хуахин очень подойдет. Что делать в Таиланде, в частности, о развлечениях? Угу. Ну, вот смотрите, когда вы приехали, расположились в своем отеле, первое, что я советую сделать, сходите на массаж. Не бойтесь делать массаж. Массаж здесь дешевый, он действительно классный. Вот тайский традиционный массаж считается, как такой, ленивой йогой. То есть, как, ну, если кто занимается йогой, да, понимает, что происходит с организмом. То есть, идет вытяжение, идет какая-то гармония с собой. Вот то же самое происходит, только вам тайка все делает. В общем, классно. Есть фуд-массаж, ножки, есть куча других спа-процедур, что там еще, ойл-массаж. Ну, вот основные такие. Обязательно пробуйте массажи. Не беспокойтесь там, что это как-то неудобно. Да, многие, начитавшись про Таиланд, что там вот, как бы, страна там с такими туризмами и так далее, думают, что они придут в массажный салон и там их обязательно там, не знаю, там, как-то полюбят особенно. Нет, не обязательно, даже и совсем не так. Особенно, если вы придете вдвоем, вам даже никто ничего такого предлагать не будет. Да, просто выбирайте в массажном салончике, где вам просто нравятся девушки, которые сидят. Ну да, мы обычно стараемся выбирать девушек, которые реально похожи на массажистых, а не на черт знает кого. Ну иногда бывают там, крашеные, там, такие странные. Вот, а вообще, тайский массаж стоит примерно 200 бат, то есть это примерно 200 рублей. Кстати, они говорят, массаж. Я не перебила. Так вот, один бат – это 1,02 рубля. Да, 200-300 рублей. Примерно один к одному, да, курс. Тайский массаж стоит 200, иногда 250 бат. Длится он обычно где-то 45-50 минут. Час. Вот, примерно час, да. И, в общем-то, это очень такая процедура, в которой нет ничего интимного, и не нужно этого бояться. Да, особенно вот делать это вам просто для здоровья будет очень полезно. Вот, мне, наконец, вправили мою поясницу, шею. Короче, я такой счастливый человек. А мы даже вот ходили с ребятами, с Юрой и Настей, привет, кстати, на Пхукете. Они первый раз сходили с нами на массаж. И я помню, по Насте прямо было видно, что она так расслабилась, была такая счастливая, мне кажется, вообще. То есть, сходите, попробуйте. Почему нужно делать это сразу по приезду? Потому что многие понимают это только к отъезду и решаются на это, а потом жалеют. Так вот, ладно, дальше. Окей, массаж. Еда. Следующий момент. Еда, да. Еда здесь классная. Я, как ценитель еды, могу с уверенностью заявить, что китайская еда классная. Ну, многие, как бы, так, наверное, относятся к ней со странным чувством, потому что она, действительно, иногда бывает такие странные сочетания. Во-первых, это очень острая еда. Всегда острая. Иногда они бывают сладкая. Сладкая. Сладкая и в то же время кислая зачастую. Да. Они все делают на основе вот этих трех основных сочетаний. Ну, в любом случае, попробуйте, вот, опять же, посмотрите просто, какие блюда, ну, такие более ходовые. Ну, классика, это суп там ям, очень такой, уже острый. Простите, ноу-спайси всегда говорите, ноу-спайси. Да, если вы скажете ноу-спайси, тогда не будут класть дополнительно вот такие куски перца. Хотя где как. Вот такие куски перца, но там, то, что там уже, там имбирь и все остальное, это уже очень-очень острое, поэтому этого будет достаточно. Потом дальше это фрайд райс с шримп, с креветками. Да, такая, прожаренный такой рисик с яичками там еще. Я после Таиланда, после 2009 года просто чуть ли не каждый день это дома готовила, настолько мне это понравилось. Вот. Но также здесь steam, vegetable, то есть припущенные овощи, салатики, seafood, то есть различные. Вот seafood здесь вообще потрясающе, просто рыбка, наверное, жарная. Да, да, да. Это все традиционные. В общем, там еще есть всякая экзотика, пробуйте, если хотите, ну, вот основное. А еще много еды продается на улицах и на так называемых ночных рынках. Это когда, ну, ночной рынок, это вечерний рынок на самом деле. А еще макашницы. Ну, вот с них и все и продается, да. Макашницы, это просто... Велосипед такая? Это не велосипед, это мотоцикл, где вместо коляски сделан целый такой какой-то стол, вот, на котором все готовится, продается и там, и так далее. Еду в Таиланде, в отличие от Индии, можно есть на улице. И даже нужно, она очень вкусная. Да, везде хорошее качество пищи, везде правильное отношение к хранению. Ну, в плане того, что они еду вообще не хранят, там все всегда свежее, утром рыбу наловили, привезли и вот они ее продают. В общем, здесь бояться не нужно. Что еще из развлечений? Многие интересуются вопросами секс-туризма и вопросами того, как и если что. Давай, как мальчик. Да, я просто читал про это, но... Как женатый мальчик, скажи. Ну, я не пользовался этими услугами, вот, но если бы я сюда приехал когда-нибудь один, я бы, наверное, воспользовался этими услугами. А мне кажется, ты бы не воспользовался. Ну, кто его знает. Дело в том, что здесь заведено такой порядок, то есть молодой человек приходит, например, в какой-нибудь клуб, и в итоге он как бы договаривается с какой-нибудь там девушкой, вот, покупать ей там коктейли. Коктейли стоят дорого, в общем. Ну, в общем, вы можете про это все почитать, но смысл такой, что здесь действительно очень много белых мужчин с тайскими женщинами. Европейские, американские, пенсионеры. Как некая сделка, да, когда женщина становится, условно говоря, женой за деньги. Вот, то есть она сопровождает своего мужчину, она с ним вместе, они вместе ходят там, что-то там, он может там какие-то подарки покупать. Вот, и при этом эта сделка заключается без, чаще всего, обещания того, что будет непременно секс при этом. То есть вы как бы договариваетесь в таких отношениях, потом уже, ну, если как бы люди друг другу симпатизируют, то почему бы и нет. Ну, а есть просто конкретно за деньги в услуге уже конкретные. Может быть, да, какие-то услуги за деньги есть, но это считается здесь как бы такой уже низкий уровень. Вот, в общем-то, говорят, что тайки достаточно чистые и вероятность, что-то что-нибудь цепануть достаточно маленькая. Но я хочу еще тоже об отношении нашем сказать, ну, что мы относимся к этому нормально. То есть многие есть там, как-то может быть, кажется, что это что-то. Это нормально здесь, просто здесь немного, может быть, другое отношение к этому, я бы сказала, самих местных. Ну, более свобода, но в то же время, так вот, мы задавали вопрос как-то нашему экскурсоводу еще в тот приезд. Она говорит, ну, тайцы-то осуждают, конечно, ну, такое поведение. Но, с другой стороны, как бы, зачастую эти девушки вот своей такой работой оплачивают там жизнь целых своих семей, которые где-то там на севере живут. Да, например, с севера приезжают, да. Поэтому тут сложно сказать, в общем, не такой неоднозначный момент. Но тем, кому это интересно, лучше садиться, почитать, изучить, потому что там есть много подземных камней, в том числе и как разводят, и как там кидают на некоторые деньги иногда вот те, кто участвует в этом во всем процессе. В общем, будьте аккуратны. В то же время, да, может быть, это кому-то интересно. Далее, по поводу моря. Море здесь теплое, хорошее, гадов в нем модится немного. Здесь только вот медузки есть, но вот в Хуахине есть медузки в море. А вообще здесь достаточно так безопасно и достаточно чисто. Вот на Пхукете, кстати, мне море понравилось. Вот на Пхукете море мне понравилось. Да, в Паттайе море, да, действительно, такое брезноватое. Туда надо ехать на острова. На Пхукете получше море. В Крабии вообще там одни корабли мы даже не купались, то есть так же на острова. Ну, хотя, может, где-то там в Хуахине показалось, что мы купались. В общем, море так. Нормально, да, но, например, в той же Шреванаке море намного лучше. Там океан. Смотри, в общем, что вам нужно. Мы не любители купаться в море. Я люблю в бассейне купаться. Пару раз покупались. Так, кстати, еще по поводу денег. Деньги можно снимать из банкомата. То есть часть денег вы можете взять с собой в долларах, поменять в аэропорту. Часть денег можно привезти просто на пластике, на пластиковых картах и снимать с банкоматов. Комиссия банкоматов в Таиланде сейчас где-то 100-150 рублей за транзакцию. Если вы будете снимать, соответственно, лучше снимать побольше сразу денег в банкомате и, соответственно, ими пользоваться. В отелях чаще всего есть сейфы. Поэтому, в общем-то, храните деньги там. И также вопрос. Я знаю, что у меня девочки могут об этом спрашивать. Можно ли здесь купить одежду, купальники? То есть в чем здесь ходить? Да. То есть приезжайте вообще, берите своего по минимуму. Лучше вы здесь купите одежду. И стоит реальные копейки. Она здесь из классных материалов, таких прикольных дизайнов. Я думаю, что вот лучше здесь купить. В то же время и та же самая косметика в плане шампуня. Простая косметика. Здесь тоже есть, например, тот же Head & Shoulders. Здесь есть местные баночки всякие прикольные. Да, но много косметики отбеливающие. Поэтому, если вам не хочется быть сильно белой, то, наверное, свое надо. Я вот каждый раз дома думаю, вот я возьму кучу одежды, потому что мне здесь все надо ходить. Потом приезжаешь, покупаешь здесь пару классных майок, штаны, и все, жизнь у тебя удалась. И думаешь, блин, я вообще бы ничего не брала из дома. Еще несколько моментов. Где покупать экскурсии? Экскурсии лучше покупать не вашу. Вот если вы приехали пакетом, то чаще всего всякие вот эти большие туроператоры, они продают экскурсии по двойным ценам. Вот. К тому же вас повезут на большом автобусе. Если вам хочется более какой-то уединенных экскурсий, лучше покупать у каких-нибудь компаний на улице. То есть, почитайте отзывы, либо же просто походите, поговорите с владельцами, с экскурсоводом. Кто понравится, да. Да, кто вам понравится. Если понимаете, по-английски вам еще проще. Если по-русски, но русскоязычные есть тоже. Контор полным-полно. Или, как мы, например, делаем, подходим к таким вот этим продающим, ну, ларечкам, да. Смотрим просто на картинки, куда они возят. И приходим домой, забиваем эти места, или также вот в интернете просто смотрим. Да, на байке можно байк арендовать, можно машину. Объезжать окрестности также очень удобно на байке, если вы хотите это делать самостоятельно. То есть, вы посмотрели, прочитали, поняли, куда ехать, взяли байк в аренду, поехали. Байк стоит примерно 200-250 бат за день. То есть, соответственно, цена небольшая, стоимость бензина тоже, ну, там, он ест совсем немножко. В чем минус и в чем, вообще, как бы, недостаток этого способа? Во-первых, здесь левостороннее движение. Во-вторых, оно достаточно тоже загруженное в городе. Дальцы гоняют еще, ну, так, умело. Соответственно, да, нужно ехать очень аккуратно. Если вы не умеете ездить, лучше вообще, наверное, байк не брать. Хотя мы не умели, но в Вьетнаме мы учились. Хотя мы здесь вот просто, не знаю, упали с байка на ровном месте, проехав 3 метра от светофора. Просто потому, что я подумал, что я уже могу ездить одной рукой, а второй смотреть в телефон. Ну, в общем, не повторяйте ошибок. Ну, даже кто хорошо ездит, я советую, действительно, скорость хотя бы держать поменьше. Не нужно гонять, потому что... Да, одевать обязательно шлемы. И еще нужно понимать, что если вы упадете с байка, либо где-то его поцарапаете и так далее, вы можете попасть на деньги. В том плане, если ваш... Тот, кто вам дал этот байк, если он окажется не совсем адекватным человеком, а таких здесь полно, некоторые даже бизнес делают на этих царапинах на байках, в плане того, что аренда стоит дешево, но если человек как-то байк поцарапал, с него, соответственно, можно содрать три шкуры. Это не везде такое есть и не все так делают, но были случаи, когда с людей за 3-4 царапины им выставляли счет в 20 тысяч бат, когда байк сам по себе стоит только 40. А еще про паспорт-то. Да, как правило, чтобы взять байк в аренду, нужно оставлять паспорт, ну и, соответственно, это является точкой преткновения, то есть люди не могут забрать паспорт, а с них требуют достаточно большие деньги. В договоре не прописано, сколько стоят эти царапины, соответственно, тайец может попросить вас сколько угодно денег. Если люди приезжают на подольше, то они иногда обращаются просто в сервисный центр, чтобы починить этот байк, не говоря об этом арендатору. Ну и еще тут видите, если вы попадете в аварию и у вас там не будет страховки, то медицинское обслуживание достаточно дорогое, если перевязки делать или что-то там. Так что имейте в виду, тут разные бывают случаи, по-разному это все можно решать. Но не бойтесь, да, это мы сейчас пугаем, не бойтесь брать байк, просто ездите аккуратно, потому что действительно очень много таких достопримечательностей, куда можно доехать на байке. И действительно это классно, удобно еще такое приключение, посмотреть жизнь. Так вот, ну давай, наверное, финалить. Опять длиннейшая у нас касса получилась, но тем не менее. Почему люди приезжают сюда снова и снова, почему люди селятся здесь? Мы общались в Бангкоке с ребятами. Мы, кстати, оказались у них на высотном здании, на вертолетной площадке, на 50-ом, примерно высота 50-ти этажей, ну это просто шикарное ощущение. Да, если у вас какие-то есть знакомые, попроситесь к ним в гости, ну там просто в такие здания не зайдешь, у них там все по карточкам входят, но попроситесь обязательно, это прям шикарно. Да, но с другой стороны можно попасть в Байок Скай, это отель, и там можно за денежку попасть на самый верх. Это самая высокая, по-моему, башня Бангкока, сейчас, правда, еще более высокая строится. Там 80 или сколько этажей? Там 83, по-моему, этажа, и там тоже очень крутые виды открываются. Байок Скай стоит посетить. Так вот, опять куда-то ушли. Короче говоря, почему люди приезжают сюда? Во-первых, доступность въезда, перелеты относительно недорогие. Отсюда все перелеты дешевые в соседние страны. Да, можно посмотреть Филиппины, Бали, Китай, куда хотите, да. Камбоджу, Ваос. Соседи, да, даже летать никуда не надо. Далее, достаточно дружелюбный народ, толерантный, весьма толерантный. Вы здесь будете ходить просто с улыбкой на лице, здесь настолько все как-то кайфушно, вот действительно, что просто… Да, невысокие цены, доступная жизнь, хорошая еда, в том числе и на улице за копейки. Ну, в общем-то, стоимость аренды тоже, квартира есть надолго, совсем небольшая. Все здесь есть, то есть, не знаю, просто вот… Если живешь тут, думаешь, а зачем тебе куда-то ехать отсюда? Здесь все есть, погода, климат, все здорово. Рекомендуем Тай, как первое место для знакомства с Азией. Такое доброе, приятное, хорошее, комфортное. Приезжайте в Таиланд. Кстати, у нас есть еще отзыв о Вьетнаме, мы его где-нибудь… Вот здесь будет кнопочка, нужно будет на нее нажать, можете посмотреть. Кстати, вот… Вот тут мы сделаем отзыв про Шри-Ланку, когда мы его запишем. Да. Кстати, вот ты бы куда поехал? Во Вьетнам, в Шри-Ланку или в Таиланд? В следующий раз? Я бы поехал туда, куда я еще не ездил. Но Таиланд очень удобен, как точка отправления. Поэтому на север Таиланда мы точно еще съезд сгоняем. И вообще, такое место, да, реально хочется возвращаться. Так, друзья, всем пока. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на наш канал. Впереди еще очень много видео и про Азию, и про Европу. Я думаю, вам будет очень интересно. Да. С вами был блог какнамтам.ру, Наталья Илья. Все, всем пока. И чаще улыбать. Жизнь этого. Более релаксовое место. Я сейчас в песке, извините, много песок есть? Ты что-то все ковыряешь его, трешь его, ногами трешься. Вот не трогай только меня, а. Ты господи, а. Ты ужасный человек. Пески, давай. Да продолжай, я не хотела, чтобы вы прорывались из-за этого. Так вот, краби хорош тем, наверное, если... Ну все, перестань. Извините. Разыгралась опять. Вот так мне нравится. Готовишься. Короче, знаете, готовишься, готовишься, там, мейкап, все дела, там, помылся, оделся в такую чистенькую, идешь, боишься лишний раз вспотеть, намокнуть. На мужа десять раз накричал. Да, да, там. Ты такой, видишь, мадам, а потом сядешь и думаешь, а, классно все. Да. 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 Да.